Субтитры делал DimaTorzok 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 И отговорки для мам, которые не кормят, типа, ой, я хочу, чтобы у меня все зубы были на месте, типа, конечно, вымывает молоко. Все это бред собачий. Все настолько у нас в организме сбалансировано и предусмотрено в женском организме. Тогда вообще все без зубов после родов были. Ну, вообще, да, да, но тем не менее, вот народ мне говорит, что, ну, говорит, я потом разваривалась после родов, это кошмар. Нет, просто, может быть, это есть, потому что, как бы, во время беременности я, например, не была никаких физических нагрузок. Ну, то есть, естественно, все мышцы атрофировались. Одно дело, ты там все время то в спорт, то это, там везде. А тут ты 9 месяцев лежишь, у тебя атрофируются мышцы, конечно. Хотя, ты знаешь, вот по поводу спорта, мы туда-сюда во время беременности. Я же на йогу хожу, на бикром. Да, тебе можно совершенно спокойно на йогу ходить. Ну, специальную щадящую какую-то такую, ну, ладно? Нифига себе щадящую, у меня бикром, прикинь, это йога в бане. У тебя 42 градуса температура. Нет, я имею в виду для беременных, потом, когда во время беременности будешь ходить, но... Восьмой месяц девочка с нами занимается. Вот такой вот пузень с ней тоже течет, там, со всей этой, самую, там, ну, ну, в бикром, это реально в бане. Я там на первом занятии, несмотря на то, что, в принципе, я человек спортивный, да, то есть, там, сноуборд, лиджер, вся фигня, как бы, да, то есть, что зимой, да, там, велик, там, еще какие-то эти самые. На йогу я уже тоже не первый год хожу, и, когда мы в парк, там, и, в принципе, ну, вот, я там на первом занятии этого бикрома, я там лежала и Богу душу отдавала, там, просто. Потому что это как на йога в гамаках, то же самое, там, ну, просто голова кружится так жестко. Потом после третьего занятия нормально, вот, ну, там, после третьего, там, хотя бы, дышать научилась, ну, там, очень, там, сложно как-то с дыханием. Дышать научилась, ну, вроде как, когда пропердилась, пошли, как бы, нормально, ну, вот. А она, она вот пришла, у нее еще был, ну, так, не очень большой, это самое, животик. И вперед, и вперед, и тут она такие асаны закладывает, которые мне, блин, очень не снились, там, просто. Она со своим беременным животом на мостик хлобысь, там, там, так, всяк, ну, есть, там, конечно, там, какие-то асаны, которые ей нельзя. Но там все это, быстренько, в принципе, футера подкрутили, ей подмодифицировали общую трагу. Ну, что, например, руки наверх нельзя поднимать, долго держать, вот это, вообще, не самое важное. Да, вот эти, там, еще какие-то есть вещи, то есть, там, всякие перевернутые асаны, наверное, не делай, там, когда кверх ногами, ты ссуешь, на башке стоишь. Хотя, мне кажется, сейчас уже и рожают, так, кверх ногами, уж как только не рожают. Мне тут недавно, допустим, написали в YouTube, типа, сообщение. Приглашаю вас на, ну, короче, говорю, типа, вот, девчонки создали канал, они такие, вот, типа, видел их просто такой видок, конечно, такие, знаешь. Типа, если что, присоединяйтесь к нам, оргазмические роды. Типа, надо во время оргазма, короче, с мужем, он будет тебе, в общем, доставлять, а ты рожать в этом моменте. А ты рожай, да? Ну, вообще, класс. Ну, короче, они вот это популяризируют и рассказывают, как это круто, и как они рожали, в общем, в оргазме. И я вообще, я такая, спать, давайте совместное видео снимем. Я говорю, не знаю даже, как он вообще ответит на этот вопрос. Я не уверена, что я вообще к этому приду, когда-нибудь. Я не считаю, что, в принципе, муж должен смотреть на это. Знаешь, я тоже так не считаю, особенно, знаю, у моего мужа. Не, он может, конечно, ну, с тобой находиться сколько нужно, но на кульминационный момент пошел нафиг, как бы. Не, вот, знаешь, я даже, вот, я, вот, 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 вот у моего мужа, его слабую душу нарканица. Стулую душу нарканица. Я вольными трепетными. Да, 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 с длинными трепетными ресницами еще, понимаешь, там, у меня же вообще полный комплект. Я вообще, к роддому, там, внутри бушетный выстрел нельзя подпускать, если вдруг я рожать там буду. Потому что он себе волосы из подмышек повыдергивает, когда у него на голове его остатки, наши лысинки кончатся. Потом всем проходящим его тоже повыдергивает, и там, я не знаю, там, от никотинного передоза еще и там, это, какую-нибудь... Его откачивать, видите? Да, да, схватит, это сто процентов, потому что пенняк вообще не выживет, мне кажется. Если он к стиральной машинке подходит с ганилом, там, со святой водой, понимаешь, то уж к родам это вообще, ну, вообще без вариантов как бы нельзя. Нет, есть такие спокойные, ну, которые, знаешь, ко всему так относятся. Ну, есть, да, такие поленепробиваемые парни, конечно, но вот, ты знаешь, у них тоже иногда бывает в критических ситуациях, там что-нибудь... Каюкнет. Никогда не знаешь, как... Щелкнет, как он и отреагирует, да? У женщин это все заложено природой, как бы, все эти... Хотя есть тоже паникюр, что, ай, такой был прикол в роддоме, мне девчонки рассказывали. Со мной лежала девочка, она на сохранении. Она, ну, была, и она рассказала, как первый раз она рожала и кто с ней рожал. Или про подружку, ну, как бы, ну, неважно, короче, что у нее, то есть, бывает, есть, короче, это прям в психиатрии как-то описано. Короче, реакция, в общем, на схватки, начинается паника, короче, какие-то там, типа, психические атаки. И, в общем, женщина может вести себя абсолютно неадекватно. Она, короче, начала, то есть у нее пипец уже вообще, чуть у нее уже там между ног вообще болтается ребенок, но реально это ужас какой-то. Она побежала к завотделению, сколько тебе, сука, денег должна, чтобы ты вколол мне все, что я не хочу. Короче, причем, а нормальный человек, как бы она воспитанная девочка, но она абсолютно себя, ее не могли утихомирить весь роддом. За ней бегала, она бегала от врачей, типа, я рожать не буду, я передумала. Ну, просто, ну, реально неадекватно вдруг включился на эту боль, там, на что-то, в общем, у нее что-то произошло. И, короче, они ее не могли никак вообще привести в чувство, положить ее на кушетку или как ей рожать вообще. Ей уже рожать пора, она бегает, чувак, чувак, сколько тебе денег, сука, должна, чтобы ты мне сделал так, чтобы мне не было больно. Короче, я вас всех здесь переубиваю, ну, короче, ой, ужас был. Ну, и такая у меня тоже там была, когда я лежала. Ну, там она не такая буйная, но за ней тоже бегали всем отделением. Бывает паническая атака и сделка, да, сидит там 15 человек в банке, цепочка достаточно длинная. И Женя риэлтор, если что. Да. Ну, вот. И, короче, тетенька абсолютно адекватная, она моя клиентка. Я с ней уже там, ну, сколько, ну, 4 месяца мы там с ней уже до этого общаемся. Я ее пробила по всем ПНД, НД, нигде не числится вообще ничего. То есть вот абсолютно чистая история у тетки, короче. И тут... А где ты пробиваешь психическое, неврологическое диспансерие? Всех. Это у меня обязательная процедура. И... И в каком еще? Ну, психоневрологическое, наркологическое, и что там не было, не привлекалось, не состоящее. А если вдруг психология, психически, например, человек неадекватен, смотри, там есть какая... О, что, он не имеет права, он не имеет права. Единственное, что тут есть несколько вариантов. Первый, это тот, когда человек психически неадекватен и диагноз налагает... То есть его родственники собрались и по суду на него наложили ограниченную дееспособность, либо не дееспособность. И, короче, вот, она абсолютно здоровая тетенька. Вот абсолютно вообще. И тут вот она в середине сделки, когда уже все, уже даже деньги по ячейкам разложили, казалось бы, самый пиковый момент уже прошел, да, надо будет писать договор. Она кладет ручку и говорит, я ничего, подписывай. 15 человек. Она говорит, я боюсь. Вы меня сейчас тут это самое надурите. Там это все вообще, там все вот прям вот вообще все это там бред с его кобыла. Все, я встаю, ухожу, короче. И она как... На меня там... То есть там сидят и люди, которые покупают у нее квартиру, и люди, у которых она покупает квартиру. И те, которые с этих денег же, они покупают следующую себе квартиру. То есть, понимаешь, у меня вот середина, я как раз в середине была с этой тетенькой, и у меня весь низ, короче, все, потухнет. А тухнет весь низ, тухнет весь верх, понимаешь? Потому что, ну все уже, сделка не это... Не того. В общем, короче, потом мне звонит ее муж. Вот это вот, слава богу, он позвонил. Он говорит, у нее в критических ситуациях, какой бывает, отжибает мозги. Говорит, тихо, спокойно, сейчас мы там вот все решим. И вот там с ней, там это, порвали два боя, она, короче, сплясали там... Так с ребенком, да? Успокоили. Там волокординчику, там, туда-сюда, там все, еще раз то же самое, все обговорили, все обговорили. Она так и замуж, наверное, лет 10 выходила. Я подписывать это не буду, это какая-то наколка. Два раза они были в ЗАГСе, в итоге он мне рассказал. Ну вот. И, короче, вот и все. И я сначала читала про панические атаки. Про панические атаки реальные, как бы, да, действительно, там, мозги отшибают. И частенько человек потом еще и не помнит половину из того, что он делал. Ну так, как бы, там, что... Состояние аффекта, это же отягчающее обстоятельство при каком-нибудь уголовном деле. Да, 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 наоборот, отягчающее. Потому что человеку там не было там. Не в своем уме, я считаю, было. И вот, ну, действительно так. То есть вот у меня вообще случай с жизни. После этого я начала читать про панические атаки. Потому что как с ними справляться? Что делать с такими людьми? Потому что, ну, а вдруг мне сейчас еще вот кто-нибудь такой же попадется, как бы, да? Одно дело, когда ты ожидаешь, да, какого-то подвуха. Другое дело, когда ты его не ожидаешь. Когда вот он, опа, и все. И вот, что хочу, то ворочу, короче. Оказывается, там много всяких способов. Самое главное, уговорить клиента сесть, что называется. Который вот об этом шарашит во все стороны. Он бегает, как этот самый, как мультипликационный персонаж. Который вот этот пи-пи-пи-пи. Ну вот. И вот тебе самое главное, говорить его сесть. Желательно лечь. Задрать ноги наверх. Там это специально для того, чтобы кровь привела к голове. Чисто вот, это вот чисто физиология. Чтобы кровь привела к голове. И чтобы у человека начало вот этот вот, это вот... Как он, господи, сейчас я вспомню. Серотонин и еще какой-то второй гормон. Он, короче, начал вымываться оттуда. То есть, вот действительно так. Это то есть... Омывает там мозги. Да-да-да, вымывает мозги. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!